А вечером Иосиф Кобзон выступил с сольным концертом в органном зале. Билеты на него не продавались, вход только по приглашению. Среди их обладателей ветераны Великой Отечественной, вдовы фронтовиков, а также бывшие строители и работники КАМАЗа. Народный артист не поскупился. Его сольный концерт, состоявший из песен военных лет, длился почти два часа. Такое отношение к гостям и, конечно же, само исполнение тронули многих зрителей. Приглашенные начали подходить задолго до начала концерта. Все пребывали в приподнятом настроении. Ведь услышать, а тем более в живом исполнении любимые песни из уст народного артиста СССР, доводится нечасто. Строитель КАМАЗа я, в общем, меня осторожила КАМАЗа и проработала. Это 15 лет к СКЧ фармущиком. У меня все мужское. Вот из-за этого, когда он военные песни поет, мне жутко, прям так приятно. Этот приезд в наш город Иосифа Кобзона стал возможным благодаря руководству КАМАЗа и стараниям депутата Госдумы Альфеи Кагогиной, которая и пригласила коллегу по Государственной Думе выступить для челнинских ветеранов, чей вклад в победу не измерить. Мы в неоплавном долгу перед вами за само право жить, за мирное небо, за свое счастье, за своих детей. Иосиф Кобзон поделился со сценой, что приезд в набережной Челны стал знаковым событием и для него. Народный артист «Автоград» посещал неоднократно, но самым запоминающимся для него стал визит во времена строительства КАМАЗа. Это были 60-е годы, и вот с тех пор вы стали такими значительными, не только в нашей стране, в той великой державе, в Советский Союз. Вы стали известными во всем мире, и я горжусь тем, что я был здесь в самом начале и приезжал потом неоднократно. Народный артист, конечно же, поздравил всех с предстоящим праздником, ну а главный подарок – его песни, которые стали олицетворением и великих подвигов, и переживаний тех страшных дней, когда шла война. Темная душа разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Роман Зинов, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережная, Челны.